У нас школа такая уникальная, да, у нее в том прошлом году исполнилось 85 лет. Мы располагаемся, находимся в старинном здании, постройки дореволюционной, и школа там существует с 1934 года. У нас очень профессиональные работники, которые любят детей, которые постоянно ищут новые средства, формы, методы обучения. И вот три года назад я на базе нашей школы открыла музей русской избы, который со временем превратился в центр этнопедагогики. У меня есть свой отряд краеведческий, ребята, которые носят с честью имя знаменитого бережского краеведа Антонина Герасимовича Кирсанова. И вот ежегодно мы с ребятами отправляемся в фольклорные экспедиции, поездки, собираем фольклорный материал, объекты нематериальной культуры, пополняем свои коллекции, печатаем книжки. У нас в прошлом году выпущено 11 книг, где ребята поделились своими проектами, исследованиями. Мы исследуем деревни, села, их историю, знакомимся со старожилами деревень. То есть у нас очень огромная работа, колоссальная работа проходит. Но я хочу сказать, что наш труд не проходит бесследно. В прошлом году, учебном году, мы выиграли два гранта с ребятами. Это конкурсы, международный конкурс православной инициативы. Сумели пополнить оборудование нашего музея. Также летом организовали профильный отряд, где ребята обучались ремеслам, народным православным ремеслам. Закупили ткацкие станки и швейные машинки. Кроме того, побед в этом году у меня в 2021 году тоже много, благодаря интересному, колоссальному труду, который мы осуществляем с ребятами. В декабре 2020-го стала победителем конкурса краеведов, работающих с молодежью. Буквально недавно меня награждали в Дивеевском монастыре. Я стала победителем конкурса «Серафимовский учитель». Ну и вот сегодняшнее награждение – это тоже значимая такая победа в конкурсе лучших учителей. И это действительно достойная награда за вот такой, мне кажется, творческий труд. Труд, который радует, облагораживает душу. И приятно, что вот выпускники помнят учителей своих. Вот буквально недавно мне пришло на почту письмо, где человек, выпускник мой, уже давно окончивший школу, написал «Всему хорошему во мне я обязан вам». Вот мне хотелось бы поздравить всех педагогов Тверской области с праздником, с нашим профессиональным праздником. Пожелать, конечно же, здоровья, творческих успехов. И вот чтобы такие были выпускники, которые с благодарностью о тебе вспоминали.